Приветствую вас. В вашем тексте уже есть некоторое противоречие, как некое, ну в том смысле, что вроде бы вы говорите, что, ну, спрашиваете, как отличить любовную зависимость от любви, но при этом говорите, как тебе помочь. Предполагаю, наверное, что у вас уже имеет место быть любовная зависимость. Вот, ну, все-таки, желательно, блин, как-то определиться. А, то есть, если у вас есть надежда, что у вас независимость от любви, вот, то сто процентов вы себя убедите в том, что это любовь. А независимость, потому что признать словицами, значит, признать свою неспособность справиться с чем, ну, с какой-то проблемой. Вот. И, соответственно, это, ну, довольно тяжело, вот, требует мужества, вот. Не то, чтобы я считал, что у вас его нет, но у вас может быть есть, просто психика будет вытеснять все, что касается тех моментов, которые способны нарушить некий статус, некий статус-кво. Если у вас любовная зависимость, то вам вы себе никак не помочь, вы себе абсолютно, абсолютно никак не поможете. Вы, прямо, что это, ну, невозможно. Ибо любовная зависимость находится несколько за пределами самосознания, вот, несколько за пределами интеллекта, но, соответственно, это несколько мешает работе, ну, самому собой. Чем отличается любовная зависимость от любви? Да, в самом деле, все очень просто. Человек, который любит и хочет, хочет отдавать и может отдавать, но не отдает лишнего. А человек, который зависит, он отдает, когда хочет отдавать, отдает, когда не хочет отдавать, дает абсолютно все, что у него есть, полностью себя истощая и превращаясь в наркомана того, что может получить от удовольствия, что ты дает. Вот человек что-то дает, допустим, я, условно говоря, провожу время с тобой, но не просто провожу с тобой время, а я, условно говоря, все свое свободное время провожу с собой. И когда хочу это делать, и когда не хочу это делать, я тоже провожу с собой свободное время. И я себя этим так истощаю, что мне нужно от тебя, там, что-то, то есть какая-то обратная ситуация от тебя нужна. Вот. И когда я ее получаю, я чувствую себя вообще просто вытариваю, то есть мне, как бы, на процесс, на все светится, и ты светишься, и все светится, вот. А когда, соответственно, как бы этого не даешь, когда ты мне этого не даешь, то что я ощущаю вообще просто обсташенность, то искусство, опять, и так далее. Вот. Чем еще характеризуется зависимость? Тем, что она отличается страхом, привозностью, навязчивыми мыслями, вот, значит, ну, невозможно обходиться без объекта зависимости. Вот. И некой такой цикличностью, цикличностью, цикличностью восприятия. То есть, ну, условно говоря, вот. Вот. Грубо говоря, пример можно привести с, например, алкоголиком, да? Вот. Значит, алкоголик, допустим, срывается и уходит в запой, да? Зависимый партнер делает что? Он начинает ругать, алкоголик, он начинает его уговаривать, он начинает использовать какие-то аргументы, он приходит к угрозам определенным, вот. Он пытается манипулировать, вот. Но в итоге ему становится жалко человека, человек не алкоголика становится жалко, он начинает ему алкоголику, в смысле, помогать. Вот. После того как помощь получает условно говоря необходимое применение, после этого созависимый партнер начинает вести себя с алкоголиком как родитель, начинает его тотально контролировать, становиться таким контролем, прям тотальным контролем. И этот тотальный контроль он в итоге приводит к тому, что алкоголик на основании срывается. Ну, собственно говоря, там по-другому, по-другому, честно говоря, не могло быть. Если есть контроль, то всегда будет срыв, потому что контроль это состояние, ну, не совсем естественно для, ну, для человека. Вот. И все начинается опять по-кругу. Вот. Вот, примерно таким образом образуется вайфл, ну, то есть, примерно так ведет себя зависимый партнер. Ну, я бы вот так, так описал. Понятно, что есть разные нюансы, ну, с целом, с целом. Это, вот, работает примерно так. И помочь вам можно только в терапии, потому что сами вы не справитесь. как я уже сказал, и в первую очередь работать нужно с тем, что вы, ну, с тем, что вы боитесь, грубо говоря, с тем, что для вас может значить потеря, потеря партнера. Вот. Это такой очень важный момент. Ага. Ну, что любовная зависимость, она устраивается на таком, вот, ну, на таком, получается, непринятии фактов, вот, непринятия фактов. Вот, например, одно, что, что, ну, отношения могут закончиться, завершиться, да? Допустим. А, еще, может быть, какие-то, ну, по-моему, варианты могут иметь место быть. Ну, тут, 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 как бы, вариаций, ну, достаточно много. Ну, вот, и, на мой взгляд, самое важное понять этот, вот, ключевой фактор, который вас удерживает с, ну, с портером. Вот. Это, вот, то, что я могу вам ответить сейчас. То есть, в случае, я это самостоятельно не делал. Потому что можно сейчас ухудшить, да? Можно уйти в интеллектуализации совсем, вот, и там, в этой интеллектуализации можно, в общем, нехило так завязывать, вот. А, в итоге, как бы, ну, проблема, она, ну, решаться она не будет. Ну, вот, к сожалению. То есть, ну, видимо, какое-то решение проблемы не будет, а вот решаться проблема, фактически, фактически, не будет. Вот. И, дабы этого не было, вот, очень важно, как раз, как раз, доверить это дело, ну, довериться, довериться профессионалам, вот, и позволить именно профессионалам заниматься тем, что, ну, условно говоря, там, мы умеем делать лучше всего, да? Ну, вот, как раз, грубо говоря, работать вот, ну, с этими моментами, о которых я уже сказал. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена. Удачи! Удачи! Удачи!